Когда мы недовольны миром, он отворачивается от нас. Когда мы боремся с ним, он борется с нами. Когда мы прекращаем битву, мир идет навстречу нас. Было важным, как всегда, в течение 23 лет моей работы, насколько будет польза для всей умы, для всех мусульман, для всех тех православных моих друзей, которые меня поддерживают. Скажите, пожалуйста, каждый ваш новый день рождения – это? Напоминание того, что время ограничено. У людей могут быть разные мнения, разные подходы, разные вкусы. Это нормально. Только мудрецы способны с уважением отнестись к знаниям других людей. Ассаналликум, уважаемые телезрители, здравствуйте. Передача «Будем знакомы». Сегодняшняя передача, почти уверен, будет интересна многим. Более того, скажу, ее практически под микроскопом, по цитатам будут разбирать. Ибо наш сегодняшний гость – Гамзатова Айна Зайербековна. Здравствуйте, рад приветствовать вас. Добрый день. Почему вы согласились на интервью? Я люблю свой народ, считаю его очень мудрым. Я бы хотела, чтобы они апеллировали на знания, на факты. Поэтому я готова ответить на любые вопросы. Айна Зайербековна, скажите, пожалуйста, я, естественно, готовясь к передаче, немножечко смотрел и ваше интервью, составлял какие-то вопросы. Вы родились в семье педагогов. Отец – преподаватель в техникуме, мать – в школе. В то же время, будучи в семье педагогов, вы выбираете для поступления юридический факультет. Я, родившись в семье милиционера, мечтал быть милиционером всю жизнь. Обычно вот так бывает. Из поколения в поколение передаются определенные традиции. В итоге вы становитесь даже не юристом, вы становитесь журналистом. Как так? Ну, плюс к тому, что родители у меня были педагогами. И у меня вообще в основном родственники – тети, дяди, двоюродные, троюродные – преподают математику. А я в итоге стала гуманитарием. Ну, как бы это уже по скриптам. А почему на юридический? Ну, очень нравилось читать разные книги. Первый у меня папа отобрал Александра Дюма. Когда я училась, я переходила в третий класс. Это было лето. Третий класс? Третий класс, да. Третий класс – это на минуточку 7, 8, 9 лет. Во дворе огромное дерево, шпанка росла. И вот я на самую верхушку взбиралась и читала эту книгу, чтобы меня не отобрали уже в дальнейшем. Но очень любила читать. А как-то уже постарше, когда я, наверное, читала вот такие больше диктивные книги. Может быть, оттуда такой был интерес. Мне не представлялся следственный процесс в том реальном виде, который он есть в жизни. Мне он представлялся таким, значит, как я буду ходить, забирать вот эту логическую цепочку, раскрывать преступления. Буду шерлоковым холостом в юбке. Ну, вот если говорить о классиках, наверняка к вам приходят и советуются, что бы вы порекомендовали читать, чтобы развить речь, словарный запас. Даже те же самые студенты, не обязательно, чтобы это были представители духовенства, кто угодно. Что вы рекомендуете? Есть какие-то предпочтения? На меня вообще в свое время очень сильное впечатление произвела книга «Отверженные». Сейчас есть у вас время на чтение? Очень мало, но урывками все равно что-то я читаю, конечно, всегда. Это как какой-то, наверное, голод, потребность человека. Как в пище, в еде что-то читать. Вы в итоге стали журналистом. Как вы попали в журналистику? Видимо, все-таки родительское благословение, оно много значит, так как они были категорически против. Я сдала первый экзамен историю, а на сочинение не прошла. Не прошла, хотя я это же сочинение сдавала на выпускном школе на 5-5, а на 105-й на юридический факультет умудрился получить неуды. Ну, в принципе, тогда можно понять отчасти, почему это происходило. Ну, ладно. Ну, вот этот год я потеряла, а потом я уже поступила. На следующий год открылся первый факультет журналистики. И вот, говоря откровенно, это была рекомендация Фазу Гамзатовна. Потом, на самом деле, я не пожалела, потому что журналистика – тот же дедуктивный метод. То есть у вас в журналистике были тоже предпочтения? Да. Что вам вообще нравится в журналистике? Аналитика. Почему? Элементарно там, не знаю, написать об экономике, просто так написать нельзя. Надо сначала изучить огромное количество литературы. А объективность сегодня в журналистике возможна? Конечно, всегда. И в ваше время она возможна была? Всегда. Всегда? Да. Ну, это же все-таки… В этом году Российская Федерация выделила на поддержку СМИ триллион с лишним рублей, в то время как даже на дороге меньше выделили. То есть это все-таки инструмент пропаганды? Инструмент власти, конечно. Мне кажется, такой демократии в отношении СМИ, как в нашей стране, ни в какой другой стране мира вообще не существует. Хорошо. Что для вас религиозность, что для вас светскость? Светскость – это умение человека жить в свете. То есть соблюдение тех правил, которые нужны для того, чтобы человек умел себя вести в обществе. А религиозность для меня – это, опять-таки, тоже свод правил, которые учат человека жить в миру. Интеллигентность тогда что для вас? Синоним духовности. В основе интеллигентности лежит интеллект человека. Когда к Адаму, мир ему, был неспособлен ангел Джабраил с тремя дарами, с тремя жемчужинами. Это был разум, совесть и вера. И он предложил ему выбрать одну из них. Адам, мир ему, выбрал разум. Тогда Джабраил сказал вере и совести, чтобы они отправлялись вместе с ним обратно. Но вера сказала, мне было велено Всевышним оставаться там, где есть разум. Точно так же ответила совесть, что ей было велено оставаться рядом с разумом всегда. И таким образом, когда выбор Адама, мир ему, разума, ему оставил все три жемчужины – разум, совесть и вера. Вот эти три, это и есть три составляющие интеллигентности человека. Вы были и советником муфти, вы объединяли несколько СМИ, печатные, телевизионные, радио-СМИ. И были в этом смысле, наверное, первыми. Вы отношение имели все время к духовности. Мусульманин для вас современный, он какой? Мусульманин всегда делает ревизию собственных недостатков. Собственного внутреннего мира, а не окружающего мира и не окружающих людей. Как часто вы делаете ревизию своих, скажем, недостатков, анализ того, что вы сами делаете? Больше, наверное, чем это нужно даже. Я очень в этом смысле щепетильный человек. Вас к этому побуждает? Наверное, это профессионально. Я 10 лет работала главным редактором журнала «Ислам». Наверное, профессионально. Я привыкла все время искать какие-то недочеты в текстах. И вот это, наверное, у меня перенеслось на собственный внутренний мир. Поэтому если я разговариваю с человеком, я потом анализирую. Может быть, я где-то, например, задела его, обидела каким-то словом, что-то сказала не так. Мне это очень важно. Вы сами вообще обидчивый человек? Нет, я не обидчивый человек. Вообще у меня такой привычки не было даже в раннем детстве не было. Когда дети бывают, обижаются друг на друга. Нет, я не обидчивый человек. Вы говорите о том, что вам важно, вы обидели, задели. Вот других людей, окружающих, да, мне важно. Это разные вещи. Будучи руководителем, требовать... Это очень такой жесткой женщиной, да. Более того, в личных разговорах с вашими подчиненными, мне-то не посчастливилось, как бы, входить, скажем так, в этот холдинг. Но мы так или иначе соприкасались. И ваши подчиненные, они вроде любят, но с другой стороны, они как бы побаиваются. Есть такой момент. Как это противоречает? Это жесткость другая. Это требовательность. Это требовательность к себе и такая же требовательность к окружающим людям. Особенно, когда это касается работы. Это другой совсем. Мне всегда нужен и важен результат. А для этого любого человека, который рядом со мной, если я чувствую в нем потенциал и возможности, и желание работать, до тех пор, пока он станет настоящим профессионалом, я могу все терпеть и могу, как бы, выжидать, учить и вести его. Но если вот этих составляющих нет, то… Достижение результата для вас любой ценой, вот насколько это оправдано? Вот какой ценой вы готовы достичь результата? Долгой, нудной, тяжелой, кропотливой работой. Даже если для этого нужно, там, не знаю, образно говоря, сутками не спать, я готова, я буду рядом стоять с каждым своим работником. Журналистика подразумевает публичность. Вы публичный человек? Ну, это вот единственное, что я очень не люблю. Сам процесс создания, какого-то там, создания, да, вот творческого создания там и любого другого для меня очень интересен и важен. Я в нем участвую всегда. Но стараюсь так делать все, чтобы меня не было видно. Ну, если делаете все, чтобы вас не было видно, тогда уже я перейду к тем вопросам, таким немножечко, скажем так, горячим. Раскрою даже небольшой секрет, может быть, отчасти ради которых, да, мы вас пригласили и уговорили дать это интервью. Если вы остерегаетесь этой публичности, тогда как объяснить то, что вы все-таки согласились и решили пойти в политику? Журналистика – это четвертая власть, да, это не секрет, все ее так называют. А, соответственно, если она четвертая власть, то это уже инструмент и часть политики. Во-первых. Во-вторых, политика, как сказал Платон, это... Умение объединять людей, объединять граждан и делать их из их худших лучшими. И потом, что для меня вот как бы стало самым главным решающим фактором в этом шаге, политика все-таки для меня – это инстинкт самосохранения. Когда я говорю о самосохранении, я говорю о своем народе. Это дагестанцы, мои земляки, это другие люди в России, которых огромное тоже количество. Вы цитировали Платона, я процитирую Фазеля Айскандера. Ничто так не нуждается в нравственности, как политика. И никто так ненавидит политику, как нравственные люди. Как вы прокомментируете это? Ну, я добавлю просто, что политика для меня еще – это искусство объединять людей. Это вот очень важный момент. Мне кажется, это единственное, чего сегодня не хватает. – Сплочение? – Сплочение. – Хорошо. – В какой-то момент мы потеряли вот это вот единство, что ли, да? Вот когда-то это было у нас. – Ну вот мы же вроде, особенно в Дагестане говорим о том, что мы сплоченные, ну, даже немножечко кичимся в хорошем смысле этого слова, тем, что вот нас даже в 90-е не смогли растащить. – Слава Богу, да, конечно, это очень важно, что мы сплоченные, у нас все хорошо. – Хорошо. Но есть такие вот определенные моменты, некоторые такие моменты, которые все-таки меня, например, очень сильно смущают. Я не знаю, как других, но меня напрягает, когда я вижу ликование, радость по поводу того, что, например, посадили кого-то чиновника. Даже если нет сомнений в том, что его посадили заслуженно, что это казнократ, разве это радость? Разве по этому поводу нужно петь, плясать, танцевать, поздравлять друг друга, ликовать и в соцсетях? – Есть такое выражение – лежачих не бьют. Поэтому здесь, мне кажется, более правильным было бы так вот просто, молча, достойно, переждать, какой вердикт вынесет суд или, не знаю, чем это закончится, чем это завершится, и не выражать какие-то внутренние. Я думаю, внутри даже у них нет этого ликования. Это вот какой-то вот бич нашего времени, вот эта вот вседозволенность, вседоступность, выход, как бы каждый стал журналистом, выход в СМИ. То есть человек, который зарегистрировался в Фейсбуке, он чувствует себя уже великим журналистом, способным там... Если бы только журналистом он себя президентом чувствует, он знает, как президент должен работать. И, в принципе, наверное... Вот эти моменты, они меня, конечно, смущают. Здесь я не вижу такого единения, о котором мы говорим. Хотелось бы, чтобы и этот момент можно было откорректировать. Буду голосовать, но только не за жену Муфтия. Она не должна быть в политике. Ну вот, во время недавней предвыборной кампании такое достаточно часто можно было услышать. Как вы это прокомментируете? Да, я жена Муфтия, и я понимаю, какая ответственность стоит за этим статусом. Я с уважением отношусь к мнению тех людей, которые его выразили. Но при этом я не вижу связи того, что человек может быть одновременно и женой Муфтия, и быть политиком. Почему? Потому что я объясню. Потому что более 20 лет я руковожу, опять-таки, теми же сами СМИ, о которых мы сказали, что это четвертая власть. То есть более 20 лет я уже нахожусь в этой политике. Вопрос, имею ли я право, имела ли я право входить в эту политику более 20 лет назад. Этот выбор я сделала до того, как я стала женой Муфтия, во-первых. И в дальнейшем ни необходимости, ни желания, ни причин каких-то проблем, чтобы менять профессию, у меня не возникало. Во-вторых, мы живем в демократическом государстве, где каждый имеет право выбрать профессию, свой жизненный путь. В-третьих, если, так сказать, родители религии, которые хотят везде высказать свое мнение, то, конечно, если спрашивать у них, то они с радостью определили бы место женщине, и желательно где-нибудь там в дальней комнате, так, чтобы вообще ее не было видно и слышно. То есть для этих людей, для них, как бы, само существование женщины не только политика, да, вообще в каком-то статусе, в котором она занимается какой-то деятельностью, уже, как бы, укор своему существованию. Можно психологически охарактеризовать этот момент – это мужчины-генефобы. У них какая-то боязнь перед женщинами, и особенно перед теми женщинами, которые каким-то образом продвигаются по служебной лестнице, к сожалению. – Ну вот, знаете, есть… – Они больше следуют, я извиняюсь, Магомедросу, за какой-то вот этой внешней формой, внешней оболочкой, не за внутренней. Если бы они заглядывали во внутреннюю сторону вопроса, то мы знаем, что пророка нашего миром и благословения окружали одни женщины – жены и дочери. И через них мы получили примеры жизни и в аятах Корана, и в хадисах, то есть через примеры жизни его жены и дочерей. – Если говорить о женщинах, то давайте возьмем Айшу, да будет доволен ей Аллах. Она обладала огромным потенциалом знаний. Несколько тысяч хадисов она передала своим современникам. Через них эти хадисы дошли до наших дней. И одни из самых достоверных источников – это именно те хадисы, которые она передала нам. А каким образом она это делала? Тогда не было ватсаба, в соцсети. Она, соблюдая положенный для этого этикет, все-таки передавала эти знания. И решала такие вопросы, которые не под силу было решать в ее время даже тем сподвижникам, которые находились рядом, так же, как и она находились при жизни рядом с пророком. – Но как вы тогда прокомментируете, такие высказывания были еще более резкие высказывания, что возмущались по поводу того, что имамы же говорят и критикуют любую активность женщин, как бы указывают ее место там и так далее. А тут вдруг раз и супруга Муфти решила стать политиком. Она что особенная? Для нее есть исключения? – Опять повторюсь, что я с уважением отношусь к мнению каждого, кто его высказал. Большое спасибо им за это. Ну, хочу сказать, что да, все эти высказывания, они не были беспочвенными. То есть есть какие-то там проповедники, имамы, которые позволяли себе высказываться в адресы женщины настолько там нелицеприятно, что на самом деле какие-то сомнения даже появлялись. То есть вообще его воспитала женщина, его же воспитала женщина, почему же она ему не внушила уважения к этому полу? У каждого человека есть мать, сестра, наверное, есть там, да, или кто-то. Поэтому это вопросы к этим имамам конкретным, а не там вопросы, которые можно отправлять в космос. Кстати, вот эти имамы, они больше всего просмотров в ютубах набирали. В свое время лекционный зал огромный собирали. То есть был спрос. Значит, их слушали, и именно вот то, что они говорят, было интересно этой части населения. А сейчас идет вот такое возмущение. Нам, наверное, надо понимать еще то, что, в принципе, вот те высказывания, которые брались, они, как правило, вырваны из контекста. И об этом, к сожалению, порой умалчивали те, которые пытались эти вопросы делать. Они не всегда вырваны из контекста, Магомед Расул. Нельзя забывать о том, что вообще во всем мире, во всех конфессиях есть к женщине определенные отношения. Кавказ не исключение. И здесь всегда было это отношение. То, что мы имеем сегодня, даже это уже другое время и уже другое отношение. А вот давайте вспомним, несколько десятков лет назад, что было. В горах всегда мы могли наблюдать картину. Значит, впереди мужчина в шляпе, руки в карманах. Сзади со стогом сена идет женщина, сгорбленная, как вопросительный знак. К 50 годам на нее смотреть невозможно было. Она вся такая была перекошенная, потому что таскала на себе эти тяжести. В 90-е годы началась вот эта челночно-баульная история, когда женщины стали ездить, мужчины оставались дома, без работы, а женщины стали ездить за рубеж, таскать вот эти огромные баулы с товаром, продавать его здесь, делать какой-то бизнес, чтобы прокормить свою семью. То есть ноги вот этой баульной истории, они растут там, оттуда из прошлого идут. Когда вот таскали стоги сена, когда женщины работали на колхозных полях, тогда же тоже мужчины где-то на годиках не сидели, рассуждали о том, где место женщины. Поэтому конкретным имамам, когда бы они адресовывали эти вопросы, то с конкретными имамами можно было бы разговаривать. Но вы вообще разговаривали об этом с имамами? Конечно. Они тоже как на каких-то эмоциях. У них эти эмоции были связаны с конкретными случаями какими-то. То есть они говорили об этих случаях, об этих каких-то вещах, с которыми они вот столкнулись сегодня утром. Пришли в обед, они что-то там в мечети сказали. Не для телефона, не для камеры. Но получилось так, что в этот момент у нас же все журналисты, как мы сказали, они тут же сняли это все и выложили в YouTube, чтобы прославиться, набрать кучу лайков. В интернете один из комментариев. У нас же героев там много, впрочем, как и журналистов. Звучит он следующим образом. В серьезе это воспринимать невозможно. Ну, давайте прокомментируем. Хотелось бы услышать от вас это. Не успела появиться Ева, как тут же стащила ребро у Адама, а затем и вообще из-за нее всех из рая выкинули за шкирку. Жил Адам в раю, и еще бы жил. Так нет же, появилась баба, которая все испортила. Честно говоря, мне даже противно это читать. Вот это, видите, написал мужчина. А потом женщину обвиняют в отсутствии логики. И потом, заметили вы, когда хотят сделать комплимент женщине, чаще всего говорят, у нее мужской склад ума, у нее мужская охватка. Таким образом, мужчины уверены в том, что они делают ей комплимент. У меня был такой случай на работе, когда один из наших работников подошел ко мне и говорит, какая бы вы умная ни были, все равно у вас девятая часть от ума мужчины. Это хадис, и вы не можете с этим спорить. Я сказала, безусловно. Конечно, я не могу спорить с хадисом. У меня девятая часть от мужского ума. Только ты мне скажи, от кого какого? Вот ты мужчина, вот человек там напился, лежит под забором где-то под воротней, он тоже мужчина. Президент мужчина, шейх мужчина, пророк мужчина. От какого из них у меня девятая часть? Здесь вот этот необъяснимый, ненужный такой конфликт. У каждого своя миссия на земле. У каждого здесь кому-то указывать какие-то рамки, уголок, в котором он должен находиться. Во-первых, сейчас время другое совершенно. И если даже почти полторы тысячи лет назад могли передаваться эти знания от женщины к мужчине, то сегодня здесь обсуждать это и говорить об этом неопределенно. Но вашу миссию вы как для себя определили? Максимально принести пользу обществу, в котором я нахожусь. Даже вот это интервью сейчас будут рассматривать под микроскопом. Вот это пристальное отношение к вашей жизни. Где вы, как вы, в соцсетях так или иначе. Время от времени бывают вбросы о том, что вы сделали, где вы сказали, где вы были, кто с вами был. Вас это раздражает? Даже вот недавняя история, честно говоря, на мой взгляд, из пальца высосанная, когда в одном из кафе вы отмечали какое-то личное событие, связанное с днем рождения. Как вы прокомментируете? Тут пристальное внимание к вам. С удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что у меня появилась возможность поблагодарить всех, кто организовал для нашей семьи, для моей дочери этот праздник. Как в поле чудес. Пользуясь случаем, передать привет. Поблагодарить организаторов. Администрацию кафе «Фэймус». С того момента, как ребенку и сыну, и дочери исполнился год до их совершеннолетия, я всегда провожу это мероприятие с приглашением их сверстников, близких родственников каких-то. Накормить, напоить, порадовать детей, подарить подарки. Для меня это как-то часть моей жизни. Я к этому так спокойно очень отношусь. Я очень благодарю тех гостей, которые приняли участие. Это супруги Мадони и Дагмара с дочерью. Лаура Алиева, которые изъявили желание прийти на это мероприятие, поздравить нас. Единственная из всех перечисленных, кого я пригласила на мероприятие, это была дочь Мадони и Дагмара, София. Ей 11 лет. И как раз по возрасту она подходит к моей дочери. И я услышала, как она поет на одном из благотворительных вечеров нашид, который называется «Шейх Ахман». То есть в честь моего шейха, моего супруга. И я ее пригласила с желанием ей преподнести подарок, и чтобы она спела этот нашид. Я думала, чтобы дочери было приятно. А получилось так, что ее сопровождали родители, потом еще и Лаура Алиева присоединилась. Они украсили наше мероприятие исполнением прекрасных нашидов в честь пророка, мир и мое благословение. Люди вообще не хотели уходить. В кафе «Феймос» Магомед Расул помещается, вот от силы там 70-80 человек. Администрация не даст соврать. И еще вот мои друзья другие, они перед нашим проходом украсили его шарами, цветами. То есть зашли мы, вообще такая сказочная праздничная атмосфера. На следующий день приходит к нам один из наших знакомых и говорит, мне говорят, а же из тюрьмы позвонил знакомый и говорит, слушай, правда, что дочери Муфтия отметили день рождения на 4 миллиона рублей? 4 миллиона? Да, на 4 миллиона рублей. Он говорит, ты же с ума сошел? Там кафе на 78 человек. Как там потратить 4 миллиона? Он говорит, да я знал, как всегда, что брешут. После этого я поинтересовалась. Оказывается, у нас в городе самый такой вот роскошный там кафе, роскошный ресторан или когда банкетный зал называется «Маракеш». Там можно разместить 800 человек. Можно пригласить эстрадных звезд. Можно там лучшее меню заказать на 800 человек. Там еще всякую другую свадебную атрибутику. И на все это, значит, все это стоит где-то в пределах полутора миллиона. Но мы волшебники, видите, в глазах у людей, что если мы на 70-80 человек умудрились потратить на такой сон. Хотите, чтобы люди вам поверили? Это, конечно, невероятное. Чем невероятнее, тем быстрее. Это, конечно, из области фантастики. Но не это важно. Важно то, что, ты знаешь, в какой-то мере это для меня даже, может быть, какая-то радость в том, что вот наши люди живут настолько хорошо, что уделяют внимание вот такой ерунде, которая вокруг там где-то происходит. Значит, у них все хорошо. Даже сейчас люди скажут, лучше бы они нуждающимся помогли, вот чем эти деньги потратили там и так далее. Даже сейчас скажут, что бы вы сказали, вот как вы прокомментируете это? Эти же люди, они же видят и других нуждающихся, для которых собираются большие залы, не famous, в котором 70-80 человек размещаются, а другие, на которых там на 300-400 человек, на 1000 человек. Эти залы собираются, туда приглашаются сироты, там проводятся благотворительные вечера, там и так далее. Но это им неинтересно, понимаете? Тогда как бы у нас испортится театр одного, закроется театр одного актера. У него всегда есть зрители, он всегда должен играть на публику и всегда должен собирать людей, которые будут ему там охать, ахать, хлопать. Вы сказали, до совершеннолетия вы своих детей стараетесь радовать. В принципе, каждый человек, мне кажется, должен уделять внимание на то, чтобы радовать детей своих. У нас же люди духовные тоже в Дагестане. Ну, не только в Дагестане, сейчас везде люди духовные, по всей России и во всем мире сейчас люди больше обращаются к духовности. Есть такой момент, что человек упрощаются грехи только тогда, когда он радует детей. Я исхожу из этого момента. Вам вообще не надоело вот это все? У вас не бывает желания просто, слушайте, вот достал это все, хочу уехать куда-нибудь, я не знаю, просто вот из Дагестана, из России, просто взять и уехать куда-нибудь? Никогда. Да. Я очень люблю Дагестан, я очень люблю Россию, я люблю своих земляков очень сильно, поэтому никогда. Ну, это же нормальное сопровождение жизни, все эти разговоры, это нормальное явление. Родина и патриотизм, что для вас? Я могу это сравнить, вот обычно наоборот говорят, да, что родина – мать, а вот у меня какая-то обратная ассоциация, потому что я сама мать, и для меня вот родина – это как вот земля, на которой я родилась, выросла, живу, это как наоборот, как мой ребенок, как будто вот я могу это со своим материнским чувством сравнить. Ребенка мать не выбирает. Вот он родился, какой он родился, таким она его и любит. Она, для нее он самый красивый, самый лучший, самый умный, понимаешь? И вот родина, она тоже так же. Сейчас есть такое модное слово – токсичность. Вот токсичная среда, токсичные люди там и так далее, и так далее. Вы как с такими людьми вообще выстраиваете отношения с такими? Когда говорят о токсичных людях, вы знаете, я вспоминаю Лакея Яшу из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Он был невежественным, груб, хамоват, он всегда был всем недоволен, но при этом хотел казаться образованным, воспитанным. Но когда он начинал что-то комментировать, говорить об окружающем мире, о России, о своей родине, он всегда возмущался тем, что здесь скучно, здесь все не так, здесь все плохо. Вот это и такой самый яркий представитель этого класса токсичных людей. Но для меня, как для мусульманки, токсичный человек – это, конечно, мунафик, лицемер, который определяет три важных качества. Первое – когда говорит, он всегда лжет. Второе – когда обещает, он не выполняет договор. Когда ему доверяешь, он обязательно предаст. – Вот вы сейчас героя из произведения Чехова вспомнили. В сетях недавно разгорелся секундал по поводу постановки в Буйнакском медучилище эпизода из «Мастера и Маргариты». Ну и, естественно, как бы комментировали, учитывая то, что вы отношения имеете как советник, как рядом человек, находящийся рядом с муфтием, почему муфтият не отреагировал? Не вижу связи, честно говоря, между муфтиятом и разъяснением населению, народу о пользе чтения такой классической литературы Булгакова и других авторов. Я думаю, для этого у нас есть достаточно специально обученных, высокообразованных людей в республике. Но раз уважаемые наши профессора выразили такое доверие муфтияту, я думаю, он очень быстро отзовется и начнет работу в этом направлении, тем более муфтиятия есть для этого достаточно подготовленные, образованные люди. Но вот сам факт интересен, в Буйнакском медучилище постановка сцены из пьесы Булгакова «Мастера и Маргарита» «Бал Сатаны». Понимаешь? Вот у нас такой регион, в котором кто будет пить воду из ближайшего источника, население выясняет, идя стенка на стенку. Понимаешь? У нас есть такие села, в которых свадьбы играют для того, чтобы там принять, напиться и принять потом процедуру грязевой лужи, к сожалению. Ну, разные такие вот есть. Обо всем не будем говорить. И вот представить себе вот в этих местах, вести разъяснительную работу о пользе чтения великих классиков. Попробуем, будем это делать обязательно. Это надо делать, конечно. Про вас говорят, это человек, который делает реверансы в сторону РПЦ, Русской Православной Церкви. Ну и, в принципе, если говорить о вашей автобиографической справке, там есть такие вот... Вот на что опираются люди, когда это говорят? Только на то, что вы там принимали участие в качестве эксперта, вот на конференции гонения христиан в современном мире, геополитический аспект, потом межконфессиональные какие-то диалоги, потом вы принимали участие во Всемирном Русском Народном Соборе, в Зале Церковных Соборов, Кафедрального Собора, Соборного Храма Христа Спасителя. Вот только из-за этого или еще что-то есть? Для начала вот слово «реверанс» – это для меня из такой, знаешь, области танца, музыки и так далее. К сожалению, нахуй наступил, к сожалению, я это не умею делать. А вот если говорить о налаживании межконфессионального мира, то можно считать, что это одно из важных направлений моей деятельности. В 620 году Алиасхаб привез письмо. Это письмо христианам, и оно хранится в хранилище Константинополя. Это письмо заверено печатью нашего пророка, мир и мое благословение. И в нем есть такая фраза – «Они не увидят от нас то, что им отвратительно». Никто из нас, я считаю, не имеет права нарушать договор, заключенный самим пророком, мир и мое благословение. Вы интровит или экстраверт, на ваш взгляд? Я не люблю публику, не люблю шумные компании, но если есть необходимость, я могу в них находиться, легко себя чувствую. Поэтому я, наверное, интроверт, который легко адаптируется в обществе. Какие стереотипы мешают мусульманам? Мне так кажется. Мусульманам и не только, вообще всем, мне кажется, мешает ксенофобия. Человек всегда боится того, чего он не знает. Вот необразованность, невежество, оно мешает всегда всем. Бывает ложь во благо. Вы вообще прибегаете к ложью во благо? Никогда. Допускаю, что можно промолчать. Вы часто юморите? Вот бывает, что вы шутите? Я очень люблю людей, которые шутят. Анекдоты для меня вообще – это глаз народа и какие-то такие реальные ситуации смешные. Я люблю людей с чувством юмора и люблю шутить сама тоже. Сейчас в мире больше добра или зла, на ваш взгляд? Это такой неоднозначный вопрос. Мне кажется, этот список добра и зла, он все время колеблется, варьируется из одного в другой. Он добрый человек, он хороший сам по натуре, но он может совершить какой-то проступок и попасть в другой список, в черный, например. Потом может раскаяться и опять его имя перепишется в список тех, кто совершает добрые дела, благие. Поэтому, наверное, он колеблется, но все равно я уверена в том, что добра больше. В раю тоже 8 ярусов, в аду только 7, поэтому однозначно добра больше. За что вас ругали в детстве родители? Я вообще не помню, чтобы нас родители в детстве ругали. У нас очень строгие были родители. Ну, видимо, вот это педагогическое, наверное, вот это основа образования, войну как-то. Хотя папа, он сам по себе не педагог, он агроном. Он каждый год выезжал со студентами на Дербенские виноградники, руководил вот этими экспедициями. И уже, видимо, из-за способностей таких педагогических его пригласили в гидромиллиоративный техникум. Он там проработал несколько десятков лет, преподавал. А за что хвалили? Был такой, знаешь, дома, военный порядок, что ли. У каждого были свои обязанности. Вот я даже, я не помню, с какого возраста. Вот, соответственно, возрасту, это обязанность там, или какое-то возложение каких-то дел домашних, она увеличивалась. Но всегда была какая-то обязанность. Это не обсуждалось, это вообще даже не представлялось, что это можно не сделать. Или потом стоять, краснеть перед родителями. Или что можно не сделать там домашний урок и прийти потом краснеть перед учителями. А то есть вас не хвалили, что ли? Я не помню, чтобы меня особо ругали. Чтобы особо хвалили, тоже не помню. Это воспринималось как естественно и нормально. Ты получила пятерки в этой четверти. Ну и хорошо. А как по-другому? А как по-другому? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот ваши родители уже перешли в мир. Дай, чтобы они были в раю, чтобы их обрадовал. За что бы они переживали сейчас, если бы они были живы? Когда они погибли, мне было 33 года. Уже тогда они... 33 года это много, это уже взрослый возраст. И уже тогда они были достаточно привыкшими к экстриму, связанному с моей жизнью. Поэтому я думаю, если бы они были живы до сих пор, они бы просто укрепились бы в этой привычке. Вы говорите о том, что у вас была такая вот железная дисциплина, вот такой военный порядок. Вообще это вам не мешало? Все-таки вы женщина. Женщине все-таки необходимо оставаться женщиной. Где-то быть, может быть, где-то слабой. А учитывая то, что вы руководитель, и там обязательно в штате есть большинство, как даже мужчин, вам не сложно было? Я могу поспорить с тем, что женщине всегда необходимо оставаться женщиной. Я считаю, что человеку необходимо всегда оставаться человеком. А женщина должна чувствовать себя рядом со своим мужем. Что я и делаю. Вот когда я вижу мужа, я вспоминаю, что я женщина. Во всех остальных случаях я... У меня даже мысли об этом нет. Кто я? Женщина, мужчина, или кто-то, или инопланетянин. Нет, я человек. Я выполняю все, что мне поручено с ответственностью. Это такое, которое должен любой человек ее выполнять. У меня не было сестры. У меня два брата. Отец очень строгий. И они старше меня были, братья намного. Один на шесть, другой на одиннадцать. Они занимались спортом. Очень хорошо учились в школе, технику, мелодию. Поэтому как-то вот эта планка, наверное, какая-то была высокая все время. Мне надо было дотягиваться до них. Они рано утром вставали. Я помню, там, зарядку делали. На турнике подтягивались, бегали. Я все это делала вместе с ними. Мне хотелось вот потянуться до их уровня. Сейчас тоже у вас жизнь такая строгая дисциплина? Всегда вот прям. Основа, заложенная в действии, она же очень важная. И она всегда проходит вот красную нючу через всю жизнь человека, мне кажется. Отдохнуть не хочется? Просто отдохнуть по-человечески так? Я не знаю. Ну, полениться просто. Я не знаю, вам. Вы ленитесь вообще когда-нибудь? Знаете, я вообще думала, что я даже не знакома с этим словом «лень». Но вот знакомый физиогномист, он мне стал доказывать, что я ленивый человек. Вообще говорят о том, что ленивые люди делают работу более качественно. Для чего? Чтобы ее просто не переделывать потом? Я вот об этом не слышала никогда. Но он мне потом в процессе нашего такого спора небольшого, он мне это доказал. Я говорила, как можно меня называть ленивым человеком, когда я могу работать сутками, я могу работать там, не знаю, не покладая рук, забывая обо всем на свете. Он сказал, ты это все делаешь для того, чтобы наступил такой момент, когда ты могла выдохнуть ситуацию. То есть я все сделала, сделала качественно, чтобы не возвращаться к этой работе второй раз, третий раз переделывать. И вот уйти. Ну, может быть, вот мне кажется, что будет дальше остановка, дальше какой-то передых. Но как бы вот этот передых у меня никогда не получался. Потому что мое руководство, оно очень, видимо, внимательно следило за процессом. И как только я заканчивала какой-то на определенном участке работу, оно мне поручало новый участок, где тоже была разруха. Ну, хорошо, рано или поздно человек должен отдохнуть. Вот куда бы вы поехали, ну, чтобы отдохнуть в путешествие? Я никогда не строю особенно планы, чтобы куда-то выехать, куда-то. И такого желания тоже особого нет. Но если так пазлы складываются, что надо уехать, что как бы получается уехать куда-то, то я выезжаю, но умудряюсь всегда с собой вести работу. Всегда. Даже если не планирую этого делать. Хорошо кушать, что вы любите? Есть что-нибудь предпочтения? Нет, никаких предпочтений нет. Меня очень легко накормить. К роскоши как относится? К деньгам? Когда говорят вообще об богатстве, об имуществе, я вспоминаю всегда Соломона мир ему, пророка Сулеймана мир ему, который обладал несметными богатствами, который был царем и при этом был отрешенным человеком, отрешенным от этого мира. То есть эти богатства, они для него не были ключевыми, там, какими-то составляющими, ценностями его жизни и так далее. То есть они были, были, потому что ему их не спасал Всевышний. Если тебе уготовано такое испытание от Всевышнего огромными благами, то, конечно, надо достойно этим распорядиться. Так, чтобы можно было не краснеть потом за это. Бедности не боитесь? А если не уготовано испытание большими благами, то человек может спокойно довольствоваться тем, что ему не спосла на сегодня. Сегодняшнее обеспечение ему обязательно придет. Ну, есть же люди, которые говорят, не в деньгах счастья, но хотелось бы убедиться в этом лично. Немножечко расскажу тебе о своей жизни, да, если у нас есть время. Есть. Я, когда вот не поступила на юридический факультет, вот мы говорили об этом, да, я забрав документы с ДГУ, я по дороге заехала в детский сад, который я знал. Я тогда знала один только детский сад в городе, куда ходили мои племянники. Я их забирала оттуда, и поэтому я пришла оттуда к заведующей, спросила у нее, есть ли для меня работа. Она меня взяла нянечкой после школы. Я неделю проработала в этом садике, долго не смогла, потому что тогда вот конец 80-х, начало 90-х, немножечко, видимо, было сложное время, я сейчас не хочу никого упрекать, но вот получалось так, что продукты, распределенные там между детским завтраком, обедами и полдниками, они как-то немножечко делились между персоналами, они селись домой, и мне это было сложно наблюдать, поэтому через неделю я ушла. Оттуда я приехала в школу, где я училась, опять-таки второе учреждение, которое я хорошо знаю, я приехала в школу к директору и попросила взять меня на работу. Меня взяли лаборанткой в физкабинет. Годы я проработала там. То есть я не представляла, как с этим документом прийти и целый год сидеть дома. Воспитание такое было, или в то время вот как-то люди такие были, я не знаю. Но у меня было уверено, что я должна получать зарплату, я должна сама себя обеспечивать. Когда я поступила в университет, тогда как раз вот начали люди выезжать за рубеж. О чем ты говоришь, тогда вот, видимо, по возрасту у меня тоже как бы любопытство взяло вверх, и мне стало интересно куда-то выехать. Вот первый раз тогда. Первый и последний, наверное, можно сказать. Желание было, а возможности, конечно, у меня, как у молодой девушки, не было. Надо было просить у родителей или у братьев. Для меня это вообще не представлялось реальным, нормальным. Поэтому я пошла, устроилась на работу. Опять же, во дворе нашего дома, где мы жили, был такой вот санаторий для детей с тяжелыми психическими расстройствами. Я взяла там дежурство. Родители возмущались, но я настояла, чтобы у меня были свои карманные деньги, плюс костипендии, которые я получала. Я собрала необходимые деньги, пошла к жене своего старшего брата, попросила его паспорт, отдала свой его паспорт в турфирму. Тогда через турфирму делали заграмм паспорта. Нам с ним сделали заграмм паспорта. Я купила путевки в Польшу, то, насколько у меня хватило денег. Но тогда все ездили в Польшу, да? Ну, у меня больше денег не было, чтобы куда-то в Италию поехать. На Польшу мне как раз хватило то, что я собрала. Когда я с этими путевками, с информацией о том, что мы выезжаем, пришла домой, брат и родители были в шоке. Я даже не знаю, от чего они больше были в шоке. А то, что я собрала эти деньги, а то, что я проявила такую самостоятельность. Ну, смирились. Как-то да, видимо, пожалели меня. И брат поехал со мной, мы 10 дней, потом с ним по России, по Польше катались, смотрели новые места, приехали домой. Понимаешь, я так прожила жизнь. И когда мне говорят о том, что люди боятся там завтрашнего дня, ждут, пока придет кто-то, который им поможет, обеспечит, что-то там принесет. Вы понимаете, как с моей жизнью и для меня странно наблюдать. Хорошо. Вы телевизор смотрите? Если смотрите, то что? Если говорить о том, что я люблю смотреть, то я люблю, честно говоря, смотреть политический юмор. Политический юмор? Да. Кроме того, что я люблю смотреть политический юмор, может быть, я уже довольно долго это делаю. Я даже раскрою такой маленький секрет. Я мечтаю создать студию такого здорового, хорошего юмора. Мне кажется, ее нам очень не хватает. Чтобы мы могли посмеяться над собой, чтобы мы могли вот свои какие-то вот эти вот критические стороны через, может быть, через улыбку вытаскивать наружу, обсуждать, рассуждать и приходить к какому-то общему знаменателю со всем нашим народом. Чтобы не было вот таких случаев, когда у них накапливались обиды на каких-то определенных конкретных имамов каких-то, которые там не так что-то сказали в обращении, не так выразились. Может, не всегда они хорошо знают русский язык, чтобы изъясниться. Вот над такими вещами, чтобы мы могли как бы, к таким вещам, чтобы мы могли подойти с юмором, через улыбку и вот понять друг друга было бы нам проще, мне кажется. Интернет в соцсети? В Инстаграме, в Одноклассниках там и так далее. В таких вот, у меня их нигде нет. Знаете, ко мне пришла как-то женщина, вернее, не ко мне, а к посредникам. Она сказала, я ее знаю очень хорошо, мы с ней давно общаемся, она отвечает на все мои вопросы. И ко мне говорят, вот такая женщина, она хочет увидеться. Мне стало интересно, любопытно, я ее позвала, я говорю, кто вы, кто вы, как мы с вами знакомы? В Инстаграме, у вас же там страница есть. Оказывается, в Инстаграме куча фейковых страниц под моим именем. Она с кем-то из них общалась, подумала, что это я, приехала, ну, и познакомились. Ну, вот с вами хотят дружить. Ну, даже очевидно, что ищут расположение где-то там. Как вы подбираете друзей? Я не занимаюсь подбором друзей, Магомед Руслан. Но есть же критерии, по которым вы, вот, кто-то вам импонирует, симпатичен, вот эта семья нам нравится. Вокруг меня, моего супруга, такое огромное количество людей разных национальностей, разных, не знаю, с разных уголков региона, страны. Что сказать, что кому-то я отдаю предпочтение? Нет. Я дружу со всеми, люблю всех. Вы сильно зависите от родственников, от друзей? Абсолютно не завишу ни от кого. Нет. А вот родственные взаимоотношения, насколько для вас важны быть вот частью тухома, я не знаю. Ну, я уже сказала, что я не завишу от родственных отношений. Своей семьей, своими родственниками, своим огромным таким дружеским кругом, считаю, всех. Какой принцип? Всех, кто к нам расположен, да, вот, более-менее нормально. Но я так думаю, что мы никому ничего плохого никогда не делали, поэтому, наверное, я думаю, что нет людей, которые бы к нам плохо относились. Какой принцип для вас очень важен? Никогда не пытаться никому угодить. Это первое и самое важное. Знаете, я вот в отношении к окружающему миру, к тем же там, кто бы это ни был, родственники, друзья там и так далее, да вот часть, ну, весь тот большой мир, который крутится вокруг нас, я предпочитаю относиться как к хирургу. То, что надо удалять, то, что надо... К хирургу приходят человек и жалуются, что у него там болит, в правом боку колет. Да, он видит явно состояние у человека, например, перитонит. Что делать? Человек боится наркоза, боится боли, боится операции. Если прислушаться и пойти у него на поводу, то это может привести к летальному исходу. Кто будет виноват? Виноват будет хирург. Поэтому наркоз, операция и все. И не ждать спасибо ни от кого. Просто выполнить свою работу. До свидания. А чему учите вы своих детей? Что главное? Ответственности. Независимо от возраста, ответственности за каждое действие. От чего бы вы хотели их уберечь? Детей и своих внуков. Уберечь детей, внуков невозможно. Мне кажется, здесь от нас зависит только одно. Вырастить их ответственными людьми и выпустить свободное плавание. Когда плакали последний раз? Вы знаете, у меня из детства сохранилась фотография, не знаю, 4-5 фотографий. И почему-то там пару из них есть приличных, а на остальных у меня такое плаксивое выражение лица. Я у мамы спрашиваю, почему я здесь всегда на этих фотографиях плачу? Она говорит, потому что как только фотоаппарат на тебя направляли, ты плакала, чтобы не фотографировать меня. Вот, наверное, тогда плакала последний раз. Хорошо, если из жизни взять несколько фотографий, к примеру, 5, какие бы вы выбрали? Я не люблю фотографии. Для меня фотография – это всегда момент, который ушел. Момент из прошлого. Я не люблю жить в прошлом. Хорошо. Сейчас очень популярны темы личностного роста, мотивация, успех и так далее. Вы планируете свой следующий день? Нет, тоже считаю это нецелесообразным, потому что планы всегда меняются. А какие-то важные события, встречи я запоминаю пока без ежедневника. В людях разочаровываться приходилось? К сожалению, да. Духовность – это? Прокомментируйте. Духовность – это интеллигентность. Трудно быть общественным деятелем, супругой духовного лидера, человека, у которого очень много учеников своих? Ну, скажем так, непросто. Непросто потому, что очень много людей, которые хотят в человеке, находящемся рядом с их духовным наставником, видеть для себя какой-то прообраз, на который они хотели бы равняться. Я совершенно не тот человек, с которым можно брать пример. Есть много других людей таких духовных, высокоинтеллектуальных, чистых, на которых можно равняться. Я тоже беру с таких людей пример, что и другим советую. Вы делаете дуа за всех тех людей, которые, понятно, за друзья, да, а вот те люди, которые навредили, вам? Ну, вот это вот слово «навредили» я тоже не люблю использовать. Но языком же «вредят», мы же видим, что «вредят». Сказано же о том, что если человек в отношении тебя совершает добро, даже размером с одной сороковой пшеницей, это добро совершает Всевышний. Если точно так же в отношении нас совершается какое-то зло, то, опять-таки, его совершает не человек. Он совершает его с позволения Всевышнего. То есть оно может быть в качестве испытания, в качестве проверки, для того, чтобы посмотреть, как мы себя поведем в этой ситуации, как мы отнесемся к этой ситуации. Поэтому конкретно какого-то человека, как инструмент зла, человека, которому нанес вред, я не рассматриваю многомедросу. Я не понимаю, когда один человек подходит другому, как бы, если он стал причиной того, что в жизни другого появилась какая-то проблема, или, не дай Бог, несчастье, или что-то еще, и он подходит и говорит, ну, извини меня. Я немножко вот это, мне режет слух. Если ты уже решился на то, чтобы сказать вот это слово «извини», оно должно быть очень ответственным, очень таким, ну, прям сакраментальным, знаешь. Вот человек подошел, извини, то ты должен сказать, вот я вот совершил вот это, я вот в этом каюсь. Извини меня за это, вот конкретный поступок. Тогда видно, что человек кается. Когда он подходит и говорит, извини, если что, ну, здесь как-то немножечко такое вот, и еще он может добавить, если что, я тебя тоже извиняю. И автоматически ты тоже чувствуешь себя тоже в чем-то виноватым, ну, мало ли, что тоже человек, да. Поэтому вот эти вот формальности чуть мешают выстраивать отношения такие простые, человеческие, гуманные. Я вас благодарю за то, что вы откликнулись на просьбу о интервью. Я понимаю, что вопросы были, может быть, где-то непростые, где-то, может быть, даже очень такие личные. И я вот пытался вас из зоны комфорта вывести. Что вы пожелаете людям, всем тем, кто будет смотреть это? Вы знаете, я как-то читала такую интересную вещь, которая меня удивила. Когда человеку не спосылается творцом, создателем блага, то параллельно с этим благом в сердца людей опускается зависть. И вот рекомендуется не просить забрать в сердцах у людей эту зависть к тебе. То есть если ты просишь забрать, то значит, ты неблагодарный человек. Ты просишь забрать благо, которое не спосла на тебе. В этом уже автоматически заложена мысль о том, что ты не должен задумываться об отношении к тебе, окружающих людей, если оно не мотивировано какими-то конкретными претензиями, конкретными обвинениями, которые ты должен немедленно исправить. Если это просто на основании того, что человеку неприятно, что у тебя что-то лучше, чем у него. Ты не должен на это реагировать, ты просто должен идти дальше по своему жизненному пути. Исходя из этого, что я могу посоветовать? Посоветовать, наверное, копаться не в чужом белье, а в собственном баке. Там, может быть, на дне где-то спрятана та жемчужина, которая тебе не спослана. И, может быть, именно в ней кроется благо для твоей жизни. Я еще раз благодарю вас за то, что вы откликнулись на просьбу дать интервью. Думаю, достаточно серьезная часть аудитории получила ответы на интересующие их вопросы. У нас в гостях была Гамзатова Айна Заярбеговна. Оставайтесь с каналом ННТ, мы постараемся быть полезными. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok